Врачи и игры стали мобильнее. Профессиональные возможности медиков расширились благодаря интернет-технологии. В Нижневарцевское УКБ внедрили дополнительный программный модуль к уже имеющейся информационно-медицинской системе. На разработку ушло три месяца. Теперь каждый врач и все медсестры оснащены планшетами с этой программы. Гаджеты позволяют ускорить многие процессы. Например, раньше медикам приходилось после визита к пациенту вносить данные в компьютер вручную. Теперь они могут это делать прямо во время визита к пациенту. Подробности у Елены Составовой. В этом году окружная клиническая больница Нижневартовская приняла на работу девять молодых врачей. В первый же день каждому новобранцу выдали по планшету. Это не широкий жест со стороны руководства, а профессиональная необходимость. Здесь у каждого есть электронный помощник. Пациенты с максимальными отделами бедер-терапевтами осмотрены. Сколько операций назначено на завтра, кто их будет делать и какие обследования прошли пациенты? Раньше эти вопросы врачи Нижневартовской ОКБ могли обсудить только при личной встрече. Теперь не нужно никуда ходить. В любое время медики могут связаться друг с другом по видеочату и получить необходимую информацию. Можно отслеживать диагностические какие-то исследования, можно прямо на ходу просматривать анализы пациентов, какую-то другую медицинскую документацию. Плюсы огромные в том, что ты не привязан непосредственно к рабочему месту в отделении. Ты можешь из любой точки больницы посмотреть своего пациента, находясь непосредственно у себя в отделении. Можно посмотреть, находясь в других отделениях. Теперь практически у каждого специалиста есть свой электронный помощник. Для этого больница закупила 118 планшетов. Проект запустили две недели назад. Медицинские работники преимущество оценили сразу. Это облегчило работу медработников тем, что непосредственно у постели больного мы можем совершать различные манипуляции. Например, при измерении давления, раньше мы заносили все данные на бумажный носитель, а потом переносили в компьютер. А сейчас мы можем пойти вместе с планшетом, измерить давление и занести непосредственно в планшет, не тратя свое время. Благодаря программе, заступив на смену, медсестра может узнать все о новом пациенте. Его имя и отчество, возраст, диагноз, назначение врача. В свою очередь доктор может выяснить, какие обследования больной уже прошел, какая помощь ему была оказана. Бесперебойную работу планшетов обеспечивают точки беспроводного доступа к интернету, рассредоточенные по всей больнице, включая дальний корпус. Если, допустим, у нас есть территориально удаленный корпус второго отделения, Значит, если врачу какому-то нужно получить консультацию по пациенту у специалиста, к примеру, удаленного корпуса, он может связаться по видеочату и пообщаться. Планшеты имеют доступ к системе Алгом. Это всемирный электронный справочник для поддержки врачебных решений. Еще один плюс – резервное копирование документов. Если бумажный носитель можно потерять навсегда, то его электронный аналог имеет несколько копий. Позаботились специалисты и о безопасности. Персональные данные пациентов, а также сеть Wi-Fi больницы надежно защищены. Трафик зашифрован. Просто так подключиться и перехватить данные не получится. Благодаря новому проекту в будущем врачи смогут отправлять документы пациенту в личный кабинет на госуслугах. Это упростит людям доступ к выпискам, результатам анализов и обследованиям, проведенным в больнице. Нижний Вартаск.